Девушки отдыхают Гювенальная юстиция. Что в ней, в этой гювенальной юстиции, самое страшное? Самое страшное из последнего – это, конечно, гибель подряд двух детей, забранных у родителей. Где это было? Краснодарский край, Новороссийск. Не били и сами не пили. Квартирку они имели. Нет, дети не голодали. Опека сказала, каша – это не еда. В действиях сотрудников органов опеки просматривается чистая корысть. Речь идет о купле-продаже детей. Речь идет о комбинациях, где фигурируют деньги, просто деньги. Детей не видно. Смотрите, детский барак забили. Мама! Сыночек! Помни, твое имя Гена Воробьев! Твоя родина – Советский Союз! Люда Калинникова! Ты из Витебска! Напомни! Кто мне объяснит, чем та история, о которой мы говорим сегодня, отличается от тех трагедий, которые происходили когда-то в Освенце? Ребенок кричит, и мать кричит, оставься. А опека говорит, перестань кричать. И в сиротский дом? Нет, в больницу. Для чего в больницу? А маленьких детей забирают обычно в больницу. Если ребенок у бабушки, то он тоже чаще всего называется безнадзорным. Когда хотят забрать ребенка, то чаще всего в последнее время пишут про безнадзорность. Все мы знаем, что семья – это ячейка нашего общества. И от счастливых, здоровых семей зависит сила и мощь государства. Получается, крепость наших семей является фундаментом нашей многонациональной Родины. И так как Русь не удалось уничтожить в мировых войнах физически, ее уничтожают изнутри, через семьи. И мы вам докажем и покажем факты того, что вся эта ювенальная юстиция финансируется нашими геополитическими конкурентами. Уважаемые родители, в Думу приходит много обращений из различных регионов. Люди жалуются, что их шантажируют на местах. Под местами, я понимаю, это детские сады и школы, тем, что будут изымать детей. Последний звонок у нас был из города Владимира, когда их предупреждали, что детей будут изымать не просто из дома, А даже на улице мама звонила мне ночью и плакала. У актрисы Натальи Захаровой отняли дочь 10 лет назад в Париже. В Москве лишили материнства менеджера крупной фирмы, мать троих детей Ольгу Соловьеву. Опасность, что на месте этих российских матерей можем оказаться все мы, сегодня слишком велика. Это опасность ювенальная юстиция. Что Господь сочетал, того ни один человек, а тем более государство, не разлучает. Может ли государство родить детей? Не может. Конечно, здесь тоже сходить с ума нельзя, невозможно. Это вредно в конце концов, семью разрушает. И поэтому я, так же, как и вы, на самом деле, против вот этих совершенно перекошенных стандартов ювенальной юстиции. Мы пережили 100 лет назад революцию, делили нас по принципу зависти на белых и красных, богатых и нищих. Сейчас эти технологии семейно-бытового насилия уже законы устали штамповать, разругать самых близких людей, матерью с отцом, любой ценой, юридическими фикцией. Мы видим, что вся эта система якобы защиты прав ребенка. Она только против родителей, уничтожить родительство. А потом за детей никто не отвечает. Когда детей отнимали от родителей, воспитывали отдельно, чтобы родители им не передавали, так сказать, уклад в семейную жизнь. И тогда дети становятся, ну, как бы, орудием государства. Что государство скажет, то они будут делать. Потому что все истинные ценности передаются через род, через какие-то родовые связи родители детям могут передать. Думаете, у вас не заберут? Зря надеетесь? А есть ли у вашего ребенка отдельная комната? А достаточно ли там необходимой мебели? А достаточно ли у вас в холодильнике продуктов? На месяц хватит? Если у вас в холодильнике нету 12 видов фруктов, теоретически вашего ребенка можно изъять. 12 видов фруктов? Я не стала! Родители бессильны что-либо сделать, поскольку за сопротивление представителям властей им грозит длительное тюремное заключение. Эта семья стала жертвой ювенальной юстиции. Родительская любовь – это первейшее право ребенка. Почему об этом забывать? Права ребенка соблюдать, а права родителей что, не соблюдать? Четырежды с Машеньки православный ее крестик. Они срывают, я приношу, одеваю ей на шейку. Они опять срывают. С Богом надежды для меня, что ребенок скоро будет в этой комнате. Десять лет нашей разлуки. Ему нафима больно наказывать свое чадо. Что такое любовь не знает никто. Бог есть любовь, Бог не познавает. Только внутри семьи. Потому что для этого Бог создал человека. Почему? Потому что Бог есть любовь. И только семья может аккумулировать любовь. Дети, мы даже живы, но вот надо очень внимательно посмотреть на чудовищный французский опыт, чтобы его не повторить. Глобальный контроль над миром возможен только в том случае, если все некие целостности, жизнеспособные целостности, будут либо разрушены до основания, либо разбиты на фрагменты. Фашизм, мы смотрим на него как на политический режим, но фашизм это одновременно система воспитания. Первое, что сделал Гитлер, придя к власти, заменил учителей в школах. В моих орденских замках подрастет молодежь, которая ужасна от мира. Так же и произошло. По последним доступным данным Агентства семьи и детства США, общее количество детей, живущих в приемных семьях, достигло 4 миллионов человек. Во всех школах висят объявления, что если родители попросят тебя сделать уроки, позвони. Мы поможем освободить тебя от таких родителей-садистов. Те люди, которые входят в состав опекунских советов и органов, считают, что они могут по-своему трактовать закон. Когда детей отнимают, да, у родителей, если начинают сомневаться в том, что родители их правильно воспитывают, и если начинают сомневаться в том, что с ребенком все в порядке. А у них было решение суда, а? Ничего не было. Никаких документов предоставленных не было. А зачем же крестные вообще их пустил? Потому что они припыгнули, сказали, что если ты сейчас не вынесешь нам ребенка, значит, мы лишим родительских прав тебя. Это чудовищное нарушение прав человека. А здесь, ну это же ужас, что в каждую семью могут зайти без стука, без разрешения, без предупреждения чужие люди и диктовать, как воспитывать ребенка. Это чудовищное попрание прав человека. Хранение ювенальной юстиции вот в таком виде, еще под зонтиком государства, это на самом деле удар против государства и очень серьезный подрыв государственности. Я наказываю своего ребенка, потому что я его люблю. Блажен, ащи кто положит душу свою за други своя. Пожалуйста, не пытайтесь забрать у нас наших родителей, а нас упрятать в детдома. А еще лучше отменить этот глупый закон. Куда вы лезете? Вы нарожаете детей, потом вырастите их, а потом говорите о воспитании. Я вот дедушка уже четырежды. Я могу говорить о воспитании детей, а вы-то зачем об этом говорите? Даже не вспоминать о воспитании, пока у вас ни одного ребенка нет. Понимаете, и не поучать тысячи людей в том, в чем вы вообще ничего не понимаете. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Под предлогом ювенальной юстиции государство отнимало детей в Китае, Камбодже, Вьетнаме, нацистской Германии. Сейчас гидроювенальная юстиция поднимает голову и в России. Так или иначе, но в нашей стране на законодательном уровне произошла подмена понятий защиты самого ребенка на защиту так называемых прав ребенка. На самом деле, никакие права детей ювенальная юстиция не защищает, даже в самом ничтожном приближении. Наоборот, реальные, серьезные проблемы, касающиеся детей, такие как обнищание родителей, нехватка детских садов, отсутствие бесплатного образования, детский алкоголизм и наркомания, сознательно замалчиваются и игнорируются. Зато самой главной национальной проблемой провозглашается проблема насилия в семье. Ювенальная юстиция уверенно шагает под этим лозунгом. Цель – закрепить в обществе образ семьи как место опасности для ребенка, откуда его надо спасать и изымать. Ювенальная юстиция – это карательный орган, который уже сегодня отнимает детей без суда и доказательства вины. Родители по абсурдным обвинениям лишают родительских прав без возможности апеллировать. Например, во Франции родители отобрали 2 миллиона детей, а в Германии только за один год – 60 тысяч. Вернуть ребенка обратно практически невозможно. Примером может служить история известной российской актрисы госпожи Захаровой. Во Франции ее безосновательно лишили родительских прав. Уже 13 лет она безрезультатно пытается вернуть свою дочь Машу. Повлиять на решение вопроса не смогла даже встреча президентов России и Франции. Субтитры создавал DimaTorzok Прав все больше, дети начинают немного наглеть. Зная, что останется безнаказанным, подросток может позволить себе практически все. Повсеместные молодежные погромы во Франции, Англии и других странах – это результат многолетней работы ювенальной юстиции. Потребитель, он ни за что не хочет иметь детей. В стране, которую они считали культурной и цивилизованной, такое зверство. Оно существует. Это только еще началось. И мы прекрасно понимаем, что ни в Чечне, ни в других Кавказских республиках этого не будет. Значит, это коварная идея. Нам нечего терять, кроме своих детей. Но мы их не отдадим. По видам защиты ребенка, в домах наши станут ходить. Детей превращали в подонков, на взрослых куча доносить. А как же ребенка задела, в коем тысячу раз будешь прав. Звонок несостряпанно делала, с лишением родительских прав. Просто помогите мне ему взять хоть по пару дней. Но я не могу. А мне ребенка забрали. Посадили в машину, ничего не объясняя, повезли в участок ПДН. При живой матери девочки нашли приемных родителей. За что можно изъять ребенка? Не посещение детской молочной кухни. Ребенку не были своевременно сделаны прививки. Жилье в аварийном состоянии, квартира требует ремонта. В доме находятся домашние животные. Нет, ну тут явно не хватает шестого пункта. В доме нет домашних животных. На полу разбросаны игрушки. В доме нет детских игрушек в нужном количестве. Ребенок выполняет домашнюю работу. Моет посуду, стирает, моет полы, подметает. В холодильнике отсутствует необходимый набор продуктов. Легко понять, что на основании такого пункта, наверное, ребенка можно изъять из любой семьи прописью из любой. Государство выстраивает право, направленное против семьи. То есть против самого оплота государства. Женщина, доктор Менгеле берет детей на страшные опыты. Прячьте детей. В интересе здоровья и воспитания детей. В интересах здоровья и воспитания детей. Это неслабо, хорошие условия медицинские условия. Учитывая необходимость создания медицинских условий. Поэтому будут все дети, которые с вами в этом транспортном транспорте, приехавшие с вами дети. Удобно привезти к местам в Большой. Немедленно направлено в приюты, расположенные в Германии. Компт, кинда. Компт. Пойдемте, дети. Вы разве не слышали, что сказал господин доктор Менгеле? Мама, мне больно! Больно! Мама, больно! А достаточно ли у вас чисто в квартире, а? А если под микроскопом посмотреть? Правосудие для несовершеннолетних. Так называемая ювенальная юстиция. Как объяснил президент, вопросы здесь поднимаются настолько для всех важные, что он посчитал необходимым выступить. Одна из главных тем съезда – протест против введения в нашей стране механизмов ювенальной, то есть детской юстиции, по западному образцу, когда чиновники из органов опеки получают самые широкие полномочия и могут забрать из семьи ребенка по любому иногда незначительному поводу. Некоторые случаи вмешательства в жизнь семьи носят просто абсурдный и издевательский характер. Непродуманное внедрение таких механизмов, по сути, нарушение суверенитета семьи, может спровоцировать недоверие и разлад между родителями и детьми. И даже прямую коррупцию, паразитирование некоторых недобросовестных чиновников на этих проблемах. Моя земля, мои правила, моя земля, мои правила. Вот пример такого чиновничьего подхода. У Анастасии Левиной из Свердловской области органы опеки забрали детей, в том числе грудных, на том основании, что она живет в ветхом доме. Детей забрали в больницу, там их содержали неделю. Детям на втором ярусе можно спать только с 12 лет. А где в комнате в такой разместить еще спальные места? Риминальная юстиция. У вас еще есть дети? Тогда мы идем к вам. Социальный работник по правам детей. Он также может называться лектором. Лекторы могут приходить и, соответственно, детей накачивать информацию об их правах. Они потом идут домой и начинают эти права качать в отношении родителей. Как это происходит? Почему они имеют такое право? Чтобы вы понимали немножко то, что происходит. И родители отчасти сами виноваты в происходящем. Потому что именно с их согласия на обработку персональных данных складывается сейчас ситуация. Произошел, по сути, очень серьезный обман со стороны государства. Таким образом, родители обязали дать согласие на обработку персональных данных. И никто из родителей даже не задумался, а что же это такое? А зачем я даю согласие на обработку персональных данных, если у школы уже и так имеются персональные данные? Так вот, согласие на обработку персональных данных – это не просто улица, адрес. Или как у нас многие родители любят, говорят, ой, да ладно, кому надо и сами узнают. Нет, согласие на обработку персональных данных, когда вы даете оператору, которым выступает школа или любое другое юридическое лицо или физическое, зарегистрированное для городского правительства. Так вот, они могут посмотреть по СНИЛС, какие у вас заработки, они могут посмотреть по ННН, платите ли вы налоги, могут посмотреть, а хватает ли вам денег на содержание ваших детей. Или, возможно, по регламенту Межведомственного взаимодействия органа опеки и попечительства нагрянут к вам в гости. Если это начнется, надо браться за оружие. Ну так что, делаем? И зачем? Первый такт – это изъятие детей в чудовищные условия, а второй такт, мои дорогие, продажи этих детей. И за этим стоит гигантский бизнес. Два миллиона детей изъято. Теперь признано официальными французскими органами, что миллион из них изъят незаконно. Базовая задача ювенальной юстиции заключается в том, чтобы организовать изъятие детей из семей и разрушение семьи как фундамента государственности. Во-первых, это полный идиотизм с точки зрения правовой. Нет, секундочку, это не идиотизм. Нет, нет, я не согласен. То, о чем мы говорим, называется другим словом фашизм. Ну, можно и так сказать, конечно. Это фашизм. А в нашей стране фашизм, проявления фашизма с законом запрещены? Конечно. Запрещено по признакам расового вероисповедания, имущественного положения, ставить человека ниже уровня других людей. То есть, если ты не имеешь права на ребенка, это я заранее ставлю тебя ниже себя? Да. Тут-то происходит именно так, да? Да. У тебя нет работы, у тебя маленькая квартирка, значит, ты не имеешь права на ребенка. Я, чиновник, ставлю себя выше, чем ты. Я же забираю ребенка. Просто уронили и скрыли. Да. Уронили и... Задним числом нам поменяли справку о смерти. Сначала нам дают, что у ребенка отек мозга, очаговая травма головного мозга и контакт с тупым предметом. А потом, задним числом, через месяц нам дают новое заключение о смерти, в котором говорится о том, что нетравматически. То есть, нет, у ребенка просто лопнул сосуд. У него была огроменная гематома на щеке. Это какие же ориентиры надо иметь, чтобы, еще раз, допустить мать покормить своего грудного сына молоком? Какие ориентиры должны быть? Он был на грудном вскармливании. Его отобрали у кормящей матери. Самое страшное, да, что нету винов. Самоубился вот так ребенок в три месяца. Получается, что так. И никого из врачей не задержали, не арестовали? Нет. На момент, когда нам выдали экспертизу, ни одного врача, ни судмедэксперта, ни заведующего отделения не оказалось. Все люди сразу разошлись в отпуск. У меня одно из самых сложных положений, потому что, будучи представителем президента, я должен и государственную позицию сохранять. Будучи абсолютно традиционным отцом и дедушкой, я должен защищать и свою родную семью, понимая. Тут мне, например, страшно иногда, как будет жить моя внучка, даже мой маленький сын и так далее. А? Ну, я... Когда я тебя заберу, скоро заберу. Когда вы подписали согласие на обработку персональных данных, знайте, дальше вам втюхивают эти электронные карты для прохода питания. Сейчас мне родители звонят Рязанскую область, Воронеж, Владимир, где проходят эти проекты, где с детей считываются биометрические данные. Что произошло на итог? На итог школа собрала, основываясь на законопроекте, контингент этого закона даже нет, зайдите на сайт Госдумы, и основываясь на этом законопроекте, собрала все персональные данные с родителей, тем самым получив возможность предоставлять их третьим лицам на основании того же 152-го федерального закона. Поэтому родители, когда сейчас звонят, мне задают вопрос, а как же так? Я ведь не давала согласия на, значит, предоставление мне электронной карты, а мне ее все равно всучили. А всучили почему? Потому что тема Центр взял ваши персональные данные уже без вашего разрешения. С вас незаконно взяли эти персональные данные, пополнили базы. То есть вы сейчас можете отказываться, пока есть возможность, законопроект не принят до сих пор. Дальше, кто эти электронные базы, значит, кому они нужны? Это акционерное общество нам предоставляет данную услугу. Акционерное общество, универсальная электронная карта. Это дочка Сбербанка. В универсальную электронную карту, акционерное общество УЭК, входит там куча банков. Это и Акбарсы, ВТБ и так далее. И вот получается, что вы все персональные данные передали кому? В руки банкира. Так вот, уважаемые родители, можете ли вы дать гарантию, что эти банкиры, очень добропорядочные все люди, никто из них, простите за выражение, является педофилом? Или сейчас, например, принят законопроект смерти мозга? Если, не дай бог, ребенок впал в комнату или какая-то черепно-мозговая травма, в течение двух часов, двух, мама не дала отказ от трансплантологии, органы изымаются по умолчанию. Не взламывают мне последнюю дверь. Я показываю, вот смотрите, ребенок жив-здоров, ну что вам еще надо? Меня оглушают шокером, я падаю. Просто у меня его из рук дергает за пояс. Он кричит, она мне говорит, ну отпусти, ты не видишь, ему больно. Не бейте бабу! Не бейте бабу! Не бейте бабу! Вы беду! Тихо. Папочка! 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 Тихо, 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 тихо. Все равно, им главное не я тут держать, не все. Как-то больница и как-то какая-то детская колония. Так Никитин выглядел после задержания. Черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы, сломано ребро, ожог руки. Следователи не видят в действиях полицейских ничего противозаконного. По их оценке, сотрудники угрозыска обезвреживали преступника, напавшего на них с молотком. Более того, утверждают, Никитина вообще не били. Тот сотрудник, который подходил, которому было нанесено, он этот пинок наносит не Никитину, а наносит самому сотруднику полиции. За нападение на полицейского Никитину грозит до 10 лет лишения свободы. Мы собрали 180 тысяч подписей против ювенальной юстиции. На сегодняшний день нами собрано 213 тысяч подписей с просьбой остановить ювенальные технологии в нашей стране, то есть изъятие детей из семьи за бедность, неправоверное вмешательство в семью. Я вам обещаю внимательно это все посмотреть, проанализировать. Бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо. А что там внутри, давайте к этому еще раз вернемся, хорошо? Изымается из семьи более 300 тысяч детей. Нас самих эта цифра сначала очень сильно напрягла, но этим отличается система ювенальной юстиции. Она должна обеспечивать наполняемость своих учреждений. То, что происходит, это такой вот подход, это просто угробление семьи полностью, статус семьи. Ювенальную юстицию сейчас пытаются провести уже не под лозунгом ювенальной юстиции, потому что это словосочетание люди, многие уже знают, оно окрашено отрицательно. А под видом борьбы с насилием, борьбы с жестоким обращением с детьми, но, да, и под лозунгом защиты семьи. Хотели внести целый блок законоправимых, где слова ювенальной не будет. Там будут слова защиты семьи, защиты детей от жестокого обращения, права детей и так далее. Под ювенальную юстицию двигала справедливая Россия. Этот блок законопроекта, о котором я говорю, нынешний, его пытаются продвинуть через единую Россию. Как сложилась судьба тех детей, которые в замещающих семьях воспитывались, в детских домах воспитывались, а затем стали взрослыми? Как сложилась их судьба? Мы помним случай Брейвика, который расстрелял на острове в Норвегии около 100 человек, убил. То, в принципе, он явился продуктом как раз работы ювенальных технологий. Он был изъят из семьи, и несколько лет он из одной семьи переходил в другую. Во Франции, это Шарли, произошел взрыв в издательском центре. Там двое террористов, они были как раз, прошли через систему вот такой ювенальных технологий во Франции. Ювенальная юстиция разрушает не только сознание детей, но и сознание родителей. Поэтому с начала 70-х годов 20 века мировое правительство стало делать основной упор на разрушение традиционных моделей социального поведения людей. На эти цели оно стало выделять десятки миллиардов долларов. Программы сокращения численности населения финансировали миллиардеры Тед Тернер, Уоррен Баффетт, Билл и Мелинда Гейтс и многие другие. В мире сегодня 6,8 миллиарда человек. Это число вскоре возрастет до примерно 9 миллиардов. Теперь, если мы действительно сделаем большую работу по новым вакцинам, здравоохранению, услугам в области репродуктивного здоровья, мы уменьшим его, возможно, на 10 или 15 процентов. Первое. Пропаганда привлекательности гомосексуальных связей в СМИ, в литературе и искусстве. Второе. Пропаганда однополых семей, как наиболее востребованных обществом. Третье. Убеждение людей в необходимости передачи нормальных детей на воспитание однополыми семьями. Привите приемным детям в этих семьях извращенных половых норм поведения. Усиленное разрушение мировым правительством традиционных моделей брачного и семейного поведения принесло свои ядовитые плоды. Как мы видим из составленного учеными-демографами графика, с начала 21 века происходит резкое естественное сокращение населения Европы. И одному ребенку годик был на момент изъятия. Он был на грудном вскармливании от стресса. Я потеряла молоко. Детей могут забрать из семьи по доносу недовольных детским гомоном соседей, завистливых знакомых, озлобленных жизнью учителей. Отдают детей в частные приюты, в частные детские дома. Это огромная индустрия. Дети теперь стали стоить дороже нефти. Оставай, сынок. Завтрак готов. Анонимная служба доверия любит тебя. Что там у тебя на него? Да и ничего особенного. Обычная семья. Отец, мать. Не курят, не пьют. Что значит ничего? Не можете узнать, чего не хватает у них в холодильнике? Напишите жалобу вместе с соседями, что мальчика бьют, не кормят, одежда не по размеру, не по сезону. Мне вас учить, как 156-ю статью заводить? Прошла информация о том, что всерьез рассматривается новый закон, согласно которому из семей будут изыматься старики. Ну, тут еще и с недвижимостью связано, правда, с наследством. Полицейские, четверо полицейских и двое работников социальной службы. Они сказали, что у них решение об изъятии малыша. Ресурсы выделяются только на изъятие детей. Это все построено на деньгах, то есть ребенок в детском доме находится, за него надо платить. Ребенок во временном кризисном центре находится, кризисный центр за него получает деньги. Дети могут легко стать объектом прямого заказа на изъятие семьи. Посредники в усыновлении детей за границу, они получают от 10 до 100 тысяч евро за ребенка. За прошлый год, 2014, было усыновлено больше 100 детей за границу в Латвии. Причем около 80% в Америку. Причем судьба этих детей, она неизвестна, она не мониторится. Был случай, вот такой показательный от Алексея Уса. Это у него изъяли трое детей, и там интересна сама ситуация сама по себе. Девочки, у него три дочери разного возраста, они участвовали в разных конкурсах. Они там и в бальных танцах занимались, и на конкурсах, показах выступали детских. И они нечаянно, как бы по недоразумению, попали на конкурс детей в кризисном центре или в детском доме. И там как раз была международная комиссия, одним из представителей этой комиссии был немец. И когда уже в дальнейшем, когда дети изъяли, в 8 месяцев было вот это дело их шло. И отец Алексея Ус, он пришел к мнению, что ее младшую дочку заказали. Попавший в детский дом или приемную семью ребенок может легко стать жертвой сексуального насилия. В самом начале 2000-х разразился громкий скандал о педофилии высшей латвийской политической элиты. Назывались имена премьеров, министров, директоров школ, руководителей детских модельных агентств. Несмотря на полученные парламентской комиссией изобличающие данные, власти этот скандал погасили. Когда люди уезжают за границу, они должны определиться. Во-первых, они могут быть очень уязвимы. Ребенок может быть изъят в социальную службу. Это риски. Возмущенные родители время от времени выходят протестовать против разрушения основ их семейной жизни. Так было во Франции в 2014 году при принятии закона о гомосексуальных браках, когда улицы и площади многих городов республики заполонили миллионы протестующих. Однако противопостоять политике мировой элиты по уничтожению населения Земли они были не в силах. Верховный суд Франции поставил права садомитов выше прав нормальных людей. Мы не хотим, чтобы в нашу семью и в наши традиции кто-то вникал извне. Российским семьям стоит готовиться к тому, что социальные работники будут навещать их со своим уставом. Они и решат, что такое хорошо и что такое плохо для вашего ребенка. Приходят органы опеки и социальные работники в дом, после чего в этот момент они не находят апельсинов в холодильнике, это реальная история, и забирают детей из семьи. И ребенок становится каким-то, знаете, не членом семьи, а неким общественным достоянием. И все общество, то есть никто по сути, за него отвечает. Своего сына Тимофея Ирина Русакова через несколько месяцев все-таки смогла вернуть домой из приюта. Говорит, когда-то она мечтала о втором, а может быть и о третьем ребенке. Но после случившегося о пополнении в семье не может быть и речи. Страшно. А вдруг кому-то ремонт не понравится и детей заберут. В первую очередь ваши собственные родные дети будут в школах находиться под патронажем уполномоченных лиц по правам ребенка. Государственные чиновники будут выуживать, выспрашивать у ваших детей, не обижают ли их самих и окружающих их детей родители или учителя. Работники от ювенальной юстиции, невзирая на то, что закон еще не принят, будут обучать детей, как правильно доносить на родителей и педагогов. А если ребенок жалуется, что ему кто-то что-то запрещает, например, курить или смотреть порно по интернету, или заставляют его дома помыть посуду, пол, сходить в магазин, это по ювенальным технологиям считается нарушением прав ребенка, и ребенок будет изъят из семьи. А вместе с одним ребенком, как правило, изымаются все другие дети, поскольку жить в такой жуткой семье, по мнению ювенальных технологов, потенциально опасно всем детям. Учитывая, что ювенальная юстиция подконтрольна ООН, а не государству, то вернуть детей можно будет только через Международный суд. Учитывая масштабы бюрократии во всех международных правозащитных организациях, судах, когда дела длятся годами, шансы вернуть своих кровных детей сводятся к нулю, то есть вернуть детей будет практически невозможно. Возвращение, аборты, запреты, доступнее идея до дня, но мы не узнаем про это, все тайны детей сохранят. Родители станут врагами, помехой для сладких всех, А заповедь о почитании в подростках лишь вызовет смех. Кружит, кружит хищной филею, Губинальная юстиция, На западе нашей устои, Давно уж мозолит глаза, Кто нас продает и за сколько, Никто нам не хочет сказать. Сгущаются черные тучи, Держат наши судьбы без нас, Подумаем, что мы получим, Коль будем молчать и сейчас, Кружит, кружит хищной птицей, Ювенальная юстиция, Людям предлагалось подписать документы на передачу детей в нетрадиционной семьи, в семье лесбияных, гомосексуалистов. Ребенок, 4-летний, пришел с проломленным черепом, с черепно-мозговой травмой, со шрамом, зашитым убом. И мне сказали, если будете плакать, Слово твое, то свидание окончится. Это никакая не защита детей, А коррупционная преступная система. Соглашение может быть между определенными органами и частными фирмами. Большое количество юных жертв, Попав под опеку социальных служб, Просто исчезают. У нас есть все основания полагать, Что они снова попадают в сферу местной секс-индустрии. Большая часть жертв девочки. Их сдают в публичные дома, Продают для работы по хозяйству, Уходу за детьми, трансплантации органов. Продают для работы по хозяйству, ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Документ с другим названием, но суть та же. Вместо ювенальной юстиции мы в документе читаем «Дружественное к детям правосудие». Дружественное? К детям правосудие. А, дружественное правосудие. А технологии, методы остались без изменений. Поэтому, уважаемый Владимир Владимирович, есть ли это возможно? Может быть, есть смысл еще приостановить внедрение этой технологии? А кто издал вот эти бумаги-то? Федерального уровня, они утверждены правительством. Правительством? Да, председателем правительства в июле этого года. Хорошо. Вот эта ювенальная юстиция, или вот то, о чем вы сейчас говорите, представляет из себя угрозу вмешательства в дела семьи. И это очень опасная вещь. Во многих действительно странах это себя не оправдало. Я обещаю вам, что мы обязательно к этому и вернемся. Материалы школьной программы под названием «Ресурсы здоровья», разработанной ЮНИСЕФ, эксперты по криминальной психиатрии и наркологии охарактеризовали как разращение и наркотизацию несовершеннолетних. То есть под видом программ поддержки здоровья ЮНИСЕФ продвигает ранее сексуальное просвещение детей, грозящее весьма опасными последствиями. Этот ребенок после того, как его насильно забрали из семьи, попытался покончить с собой. Какие же права ребенка защищаются, когда его насильно лишают матери? Управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Господин Греф, Сбербанк, новую услугу. Принуждают брать эту систему, ладошку. Когда у ребеночка оцифровывается изображение рисунка вен ладони. А дальше они скажут, что машина, значит, не видит, поэтому давайте будем вживлять чипы. Родители, вы, ну, проснитесь немного, проснитесь. Что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными? Как управлять ими? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую, непрепарированную, получать непрепарированную информацию через обученных правительствами аналитиков, элитологов и огромные машины, которые спущены на голову, средства массовой информации, которые как бы независимы. А на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страт. Доктилоскопию могут делать только правоохранительные органы суды. Не банкиры, дети. Они вообще не имеют права к биометрическим данным. А доктилоскопия на основе 152-го федерального закона относится к биометрическим данным. Они себе базы пополняют. Они по своему усмотрению все данные на детей и родителей могут передавать в международную систему ЕАН. А потом включилась ювенальная юстиция. И вот как у нас в Кунцево приехали и забрали. Утром, значит, отец умирает. В нем вечером приходит ювенальная юстиция. Забрала детей. Посмотрели, потому что у мамы не хватает ее заработной платы, минимального оплаты для нее и для двоих детей. Все говорят, заявление какое-то я писала. Я такого не писала. Я только как бы заявление не просили написать, чтобы их отправили в больницу на осмотр. А так, оказывается, в детский дом отправили. Эта ювенальная схема, ювенальные технологии, система ювенальная вводилась не через поправки в семейный кодекс. Если бы вводилась через семейный кодекс, как это должно быть, мы бы это все увидели. И, я думаю, сразу и не дали бы возможности так тайно протащить создание мощнейшей системы. Организация «Врачи детям», это филиал американской организации, получила больше 300 миллионов за несколько лет в пересчете на рубли от западных фондов. Значит, средства шли на внедрение западных методик секс-просвета, толерантности к наркопотреблению и секс-меньшинствам. Есть еще такие замечательные организации, как фонд «Анна», который финансировался тоже с Запада много лет и снабжал Государственную Думу и Совет Федерации заведомо ложной статистикой. Они предлагают алгоритмы и подходы, фактически расширяющие вмешательство в семейную жизнь до уровня совершенно беспредельного. Технология тотального контроля и доносительства на семьи. А обучение такое, ну, как бы всех вместе собрали, посадили, рассказали, как жить дальше, кого любить, кого ненавидеть, это как раз хотят все реалюционеры, все реакционные режимы, таких послушных слух. Вот сейчас, собственно, ювенальная юстиция – это такой механизм, который к этому и ведет. К сожалению, эти законы уже приняты и в России, и в Украине, и они уже действуют, да? Главная задача ювенальной юстиции – это даже не деньги, хотя это огромный бизнес, я подчеркиваю это. Главная задача ювенальной юстиции – это максимальная атомизация нашего общества, это разделение детей и их родителей, и насаждение вот этой вот технологии, вот этого мировоззрения child-free, которая не позволяет людям вступать в брак, рожать детей, и просто приводит к тому, что общество состоит из отдельных молекул, которыми легко управлять, которыми легко что-то навязать. То есть это дальнейшее лоббирование вот этого общества потребления, вот этой всеобщей глобализации, стирания границ, ну, и всего прочего, что совершенно вредит народу, государству и, конечно, каждой конкретной отдельной семье. Кто же тогда защищает права семьи и святость материнства? Всемирный конгресс семей. Вроде бы все благопристойно. Но давайте разберемся, что это за организация и кто ее создал. Ее основатель – Алан Карлсон. Этот благообразный джентльмен был не только вхож в высшие эшелоны власти. Карлсон – выходец из American Enterprise. Это мощный исследовательский институт, тесно связанный с политической элитой США. Итак, выходец из столь серьезной антироссийской организации, разрабатывающей планы по расширению влияния через международные институты, создает Всемирный конгресс семей. Представитель Всемирного конгресса семей в России Дженнис Краузе. Она связана с могущественной персоной, имеющей огромное влияние на политическую элиту США – миллиардером Ричардом Скейф, который финансирует ее проекты. Тот же Скейф финансирует цветные революции по всему миру через различные организации. А вот такие замечательные организации вдруг озаботились положением российских семей. О серьезности их намерений свидетельствует налаживание тесных связей с нашей политической элитой. Три самоубийства молодых матерей в Лохвицком районе области за один месяц. Чиновники органов опеки довели женщин до самоубийства, без всяких оснований отняв у них детей. Задача ювенальной юстиции – это фактически отстаивание права ребенка залезать пальчиком в розетку, не чистить зубы, курить, пить пиво, заниматься сексом, то есть право на все то, чего его лишают сознательные родители. Зачем будущему воспитанному ювенальной системой, идеальному эгоисту-потребителю, дети? Зачем ему, возвращенному на неуважении к предкам-лузерам и стукачестве на них же какая-то семья? Есть подозрение, что настойчивое внедрение ювенальной юстиции вкупе с постоянным продвижением западных ценностей как раз и направлены на слом нашего с вами фундамента – института семьи. Словом, бояться есть чего. Вместе с тем бояться не стоит. Судя по тому, как быстро власть среагировала на народные волнения, превратив ювенальную юстицию в криминальную, против этого лома вполне работают общественные протесты и выступления в СМИ. «Нам нельзя быть равнодушными и слабыми. Мы не имеем права делать вид, что ничего не происходит. Ведь на кону самое дорогое». Просто волосы становятся дыбом. Вернуть ребенка в семью уже, представляете, практически невозможно. «Ура! Теперь каждый ребенок имеет право». За шлепок или лозинку – три года тюрьмы, за тяжелые случаи – восемь лет тюрьмы. «Лучше сразу. Отдайте детей. И все». «Павлики Морозовы – ужас, кошмар. Теперь всех детей обязуют стать Павликами Морозовыми. Вы это понимаете? Просто обязуют доносить». «Единственный случай, когда можно изъять ребенка из семьи без решения суда, когда ребенку реально угрожает что-то его жизни и здоровью. Речь идет о том, чтобы внести дополнительную статью в Уголовный кодекс 154-ю со значком 1 о введении уголовной ответственности за незаконное изъятие ребенка из семьи, вплоть до восьми лет лишения свободы». «Здоровые, симпатичные, развитые дети Соединенным штатам нужны». В детском доме детям лгали, что их настоящие родные родители живут именно там, в Америке, а не в бедном деревенском доме. Главная причина отказа в возврате детей состояла в том, что некая семья Брук из штата Вирджиния уже получила от российской стороны разрешение на усыновление Оксаниных детей. Через несколько лет криминальная группировка, состоящая из руководства детского дома, представителей местных и федеральных властей, понесла наказание за торговлю детьми. За несколько лет они продали за границу сотни русских мальчиков и девочек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Против ювенальной юстиции протестуют во всех странах, где она действует. Но, несмотря на это, ее пытаются везти и в Россию. У нее отняли телефон, запретили разговаривать с мамой. Чем больше детей будут изымать из семей, тем больше будет дотация государственная на их содержание, тем богаче будут люди, которые этим бизнесом занимаются. И наша тревога связана с тем, что число изъятий необоснованных, оно растет. Введение в общественную жизнь отдельных опасных элементов ювенальной юстиции. У нас меньше прав, чем у секс-меньшинств, чем у мужеложников. Мы сталкиваемся не просто с законами, а с целой идеологией. Вопрос в том, нужна ли она нам. Западная идеология – это ценность абсолютной свободы и приоритет своих личных прав над всеми остальными. Они зашли, они начали орать, они начали… Сразу орать? Да, да, на меня. Я пытаюсь спросить, в чем дело, они меня отталкивают. То есть у меня ребенок стал какие-то невидимые предметы ловить. То есть он идет, оп, схватил, положил, идет дальше. Я смотрю в шоке. Говорю, это что вообще происходит? Ребенок перестал разговаривать со всем. Всегда, когда агентство по делам молодежи забирает ребенка из семьи, это ужасное отражение в частную жизнь. Отсутствие внимания и любви к ребенку и другие обстоятельства, как видно, перечень не исчерпывающий. То есть сюда может попасть что угодно. Появляются совершенно нелепые какие-то перечни продуктов, которые должны якобы быть в холодильнике у каждого родителя. Под этой рекомендацией попадают почти все семьи в России. Законы, которые приняты еще в Третьем Рейхе, они совершенно действовать никто не отменял. И в Германии дети принадлежат государству, а не семье. Мама или папа на меня накричали. Плохо кричать, конечно, но разве это основание для отобрания? Лепнули по попе физическое насилие. Поставили в угол психологическое. Не купили шоколадку экономическое насилие. Не хотите делать прививку медицинское. И за этим абсурдом уже стоят десятки реальных дел и разрушенных семей. Вот сейчас оцифровка происходит этих электронных медицинских карт у Царинбурга. Мне звонит врач-педиатр и говорит, Елена, что вот сейчас все дети, которые проходят диспансеризацию, они заносятся в базу. Вы поймите одно, что сейчас школа, она как шпион, она собирает эти персональные данные на детей. Это не в школе нужны эти персональные данные. У нее и так есть свои. Вот у нас был выезд в Подольске. Приехали и забрали из детского сада без предупреждения родителей. На вашего ребенка формируется электронный файл-досье. С введением этих законов действует регламент межведомственного взаимодействия, куда эти ювенальщики могут сунуть свой поганый нос и забрать ребенка. И это в лучшем случае, если его тайное усыновление отправят куда-нибудь, извините за выражение, геям в Европу, откуда с трудом его потом вытащишь. А в худшем случае его по органам разберут и отправят. Никогда не узнаете, где ваш ребенок. Потому что да, идет тайное усыновление. А сейчас, кстати, хотят ввести закон-проект, называется «Профессиональная семья». Эта семья заключает договор с государством, где она готова принять в течение 24 часов ребенка, вне зависимости от возраста, пола, вероисповедания и так далее. И она будет получать не только денежки от государства, но она еще по закону право наследования, движимое и недвижимое имущество, опекая, могу. И вот представьте, давая согласие на обработку персональных данных, вы просто пополняете эти базы данных в школах сами, самостоятельно. Думайте немножечко, что делаете, думайте. И поэтому не надо слушать учителей, когда вам говорят, ой, да вы не сдадите экзамены по ОГЭГ. Нет, неправда. У них есть положение, по которому дети могут сдавать экзамены. Также есть у нас постановление правительства 687, где написано, как вести учет граждан, которые отказались от автоматизированной обработки персональных данных. Прямо настаивайте в поликлинике, что не надо оцифровывать медицинскую карту моего ребенка. Но в конце концов, вы же родители, защищайте ваших детей. А что получается? Что вы надаете согласие на обработку персональных данных, а доступ к третьим лицам всем предоставите, и банкирам, и врачам, и органам опеки, попечительства. А потом звонят в дом, у меня проблема, у меня ребенка забирают, у меня то, у меня все. Думайте, уважаемые родители. Что вы подписываете, какие документы. И сидит эта дама из органов опеки, попечительства. У нее заказ поступил на ребенка. Так ей это удобно. Не выходя у себя из кабинета, она зашла в эту базу и посмотрела, какой ребеночек нужен. А как сейчас у нас эти электронные подписи в интернет уходят? Поговорите, пожалуйста, с операми Департамента Межследственного комитета. Как эти подписи встают на купли-продажи квартир, а человек даже и не знает. Запомните одну вещь. Все, что оцифровано и передано в третьи руки, вам уже не принадлежит. Поэтому обращайтесь, пожалуйста, к нам в Госдуму. Телефоны на сайте родительский отпор РФ все есть. Будем отстаивать интересы ваших детей, делать депутатские запросы и так далее. Берегите себя. Инночка, а ты хочешь, чтобы тебя чужой дядя забрал с тетей? Я хочу тебе в опеку. Хочешь? Не перебраться. Нет? В Волгодонске мать покончила с собой после того, как ее детей забрали органы опеки. Над могилой звучит клятва мести тем, кто довел женщину до суицида. Скажи, ментов мы посадим этих козлок на них. А-а-а! Так как внедрением ювенальной юстиции в той или иной степени заняты практически все российские телеканалы и Центральное информационное агентство, то приводить примеры подобной работы можно было бы еще долго. Что делаете? Ребенка отбирают. Она кормящая мать. Она к нему ходит каждый день. Просит, чтобы их дали хотя бы ребенка покормить. На шестой день ребенок погибает. Погибает, его уронили. У него вся спина в синяках. Черная. Полтора года следствия. Ничего подобного. А у Марали Назаров, которого из рук матери вырывают. Бабушке не отдают родной, потому что она, видите ли, незаконный представитель. Ребенка помещают в Центр реабилитации, где он в тот же день, спустя буквально два часа после того, как отобрали у матери, он погибает. Наш самый главный интерес – это ребенок. Судьба Маши должна решиться на следующей неделе. В понедельник в Каменске будет решаться вопрос о приостановлении судебного производства. Совет Европы тоже борется за защиту детей от сексуальной эксплуатации. Конвенция особо подчеркивает важность сексуального просвещения. Не правда ли странный метод защиты детей? Ну, европейские правозащитники полагают, что единственный способ защитить ребенка от сексуального насилия – это сексуальное просвещение с самого раннего возраста, что в Российском уголовном кодексе и в нашей нравственной традиции называется «разращением малолетних». Пора уже как-то идеологически определиться и администрации президента, и депутатскому корпусу. А депутатскому корпусу нужно вообще разобраться уже в этой проблеме. Мы об этом говорим, об угрозах безопасности государства в результате принятия этих ювенальных технологий. По телефончику, который мы дадим ребенку, он по трубке, купленной за папины деньги, позвонит нам, и мы папу в тюрьму посадим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дети — это то, ради чего мы живем на свете. Ради детей мы готовы пожертвовать всем, что у нас есть. Ради детей мы готовы отдать свою жизнь. Так нас с измольства учили родители в семье. Таковы ценности мира, неотъемлемой частью которого мы являемся — русского мира. А любая цель основной войны — это деморализация населения. И у нас она, за нашу любовь к Западу, через широко распростертое объятие, через матрицу потребительского образа жизни, 20 лет нас тащат по этой колее. И мы должны объединиться и ее сломать. Это технологии разрушения семьи. Но ведь страна, как из кирпичиков, строится из семей. Так же и здесь. Вот ты прокурор, ты судья, ты, так сказать, учитель. Ты напишешь кляузу на папу, который всыпал своему сыну. Или закроешь на это глаза, допустим, понимая, что семья — это нормальная, никаких реальных истязаний там нет. Или ты ради галочек, ради палочек, ради показателей будешь это дело раскручивать, вопреки здоровому смыслу, конституции, закону и совести. Понимаете? То есть каждый на своем месте делает выбор. Каждый в своем окопе, где стоишь, там, у поля Куликова. Люди действительно озабочены, протестуют по поводу внедрения механизмов так называемой ювенальной юстиции. Такую острую общественную реакцию вызвали законопроекты, предлагающие прямое или косвенное регулирование отношений между родителями и детьми. Мнение общества, безусловно, будет услышано. И, безусловно, будет учтено. И если мы защитим семью, мы сбережем и спасем Россию, которая все время была семьей народов. В нашей стране еще сохранены тесные связи между людьми. В России пока еще жива любовь. А любовь побеждает все. Не обижайте русов. Иначе, когда русы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на той земле позавидуют мертвым. Для того, чтобы понять, что сейчас происходит на Украине и в России, надо посмотреть вглубь истории, что происходило последние столетия. И мне не важно, как вы называете землю, на которой я живу. Украина, Россия, СССР, Российская империя. Мне важно, что это моя земля. Мне важно, что мы единый народ. И я называю ее, коротко, Русь. Кто только не лез на нашу землю. Их было много воин, провокаций. Нас хотели сделать своими рабами. И крестоносцы, и Наполеон, и фашисты. Но наш народ был непобедим. И вот, что сказал 150 лет назад Биспарк. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться. Это грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа. Окончательного, необратимого угасания его самосознания. Литература, театр, кино. Все будет изображать самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать так называемых творцов, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства. В управлении государством мы создадим неразбериху. Мы незаметно будем способствовать самодурству чиновников, взяточников. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, предательство, национализм и вражду народов и прежде всего вражду и ненависть к русскому народу. Все это мы будем ловко и незаметно культивировать. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Народ выходит на улицы отстаивать свои права. На улицах в основном молодежь. Смотрите на Москву. Сколько денег уходит на дороги, на содержание этого мегаполиса. Нужно расселять мегаполисы. Нужно давать по одному гектару, не только на Дальнем Востоке. Нужно давать всем россиянам. Тогда, возможно, им никогда будет выходить на революции. Будут садить сады, выращивать детей. Все свободные территории отдавать людям, неиспользуемые забирать олигархов, которые их скупили по одному гектару бесплатно, всем. Это сразу решит самый главный вопрос России. Рождаемость, здоровье и предотвращение революции. Но только этот гектар ни в коем случае не должен облагаться налогами. На что тут кремлевско-монгольское игорь? Почему мы должны платить за свою землю, за которую наши отцы и деды проливали кровь? Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Государство должно содействовать народу на всех уровнях власти для реализации создания инфраструктуры поселений, состоящих из родовых поместьев. Появляются поселения нового типа с развитой производственной, инженерной и социальной инфраструктурой. Такой опыт, конечно, нужно обобщать и распространять. И тогда российские женщины захотят рожать детей. И пожелают родить его дома, в благоприятной обстановке, а не в кресле, которое слышало стоны и вовли сотен рожениц И тогда каждый россиянин не допустит беды на родной земле Ему будет что защищать, потому что у него будет его малая родина Не мнимая, а настоящая, с родовыми деревьями, садом, прудом И эта маленькая родина, сердце каждого солдата, сбережет страну, народ, наших потомков И пусть миллионы цветущих садов оживят в воздух, в воду и самого человека, во имя любви и вечности Как только у народа появляется отвязанный от денег ресурс, производящий еду, так становятся невозможными киллеры и проститутки Разбои и грабежи, войны и предательства родины Дядя Сэм вынужден платить справедливо Ибо попробуй не заплати справедливо работнику Просто плюнет тебе в банкомат и уйдет к себе в огород, где бесплатно растет своя еда И никто на твою страну не нападает извне Ибо все будут знать, что за свою землю ты будешь драться в 10 раз сильнее, чем за любую идеологию или чей-нибудь профит Родовая земля для каждой семьи есть основа совершенного общества Была запущена программа принудительного сокращения количества сельских поселений То есть людей начали сгонять в города Город это концентрационный лагерь Тебе дали квартиру, тебя охранять не надо, ты никуда не денешься Без резервации С какой целью, убирая народ с территории, они освобождают землю для кого? Для пришлых оккупантов Мессианская роль, которая заключается в воспроизводстве нашей национальной культуры Наших традиций, нашей исторической идентичности, национальной ментальности И духовно, если хотите, нравственного кода нашей нации Только сельские территории это дают Города эту миссию не выполняют Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok